В Красноярске прошел первый чемпионат города по тайскому боксу. Этот вид спорта еще достаточно молод в нашей стране, но его поединки уже собирают сотни зрителей. Боевое искусство родом из Таиланда даже в далекой Сибири сохраняет многовековые традиции, начиная от устрашающих танцев перед боем, заканчивая национальными повязками на руках и голове. Сам тайский бокс на традиционный похож отдаленно. Главное оружие здесь не кулаки, а локти и колени. Поднациональные ритмы, которые звучат на протяжении всего поединка, они идут в ход молниеносно, но с особой грациозностью. Когда происходят поединки, вообще по идее на высоком уровне должен играть тяжелый оркестр. И они в зависимости от ситуации на ринге задают ритм. То есть начинается зарубка, ритм начинает ускоряться. То есть такт к бою. А это заводит публику. То есть публика от этого восторг. То, что в Красноярске пройдет чемпионат города по тайскому боксу, еще год назад вряд ли мог кто и подумать. Муай-тай стал набирать популярность в России еще в 90-х, благодаря фильмам с Ван Дамом. Однако в течение 20 лет развивался медленно. Федерация тайского бокса в нашем крае появилась лишь несколько месяцев назад. Что касается турнира, то средства на его организацию собирали практически всем миром. У нас есть партнеры, это бойцовки, Сибирский бастерский клуб. И ребята, учредители имеют определенные финансовые поступления. Они директора предприятий, некоторые хозяева предприятий. И содействовали в организации данного турнира. Сейчас в краевой федерации тайского бокса около 400 спортсменов. 60 из них и приняли участие в турнире. Подбодрить ребят организаторы пригласили чемпиона мира пока самого коммерчески успешного бойца-профессионала Артема Левина. В нашей стране таких единицы. Надо понимать, что в профессиональном боксе большие гонорары, суммы с множеством нулями получают только суперзвезды. Такие как Пакьяо, Майвезер. А регулярный, даже тот же чемпион, я знаю, что гонорары также невелики. Ну, невелики для кого-то, а велики для другого. По словам чемпиона мира, сейчас лидеры тайского бокса России делают все, чтобы этот вид спорта стал олимпийским. Только это может дать новый толчок к его развитию. Что интересно, столицей тайского бокса в России является Кемеровская область. Однако, по словам экспертов, у Красноярска большой потенциал. И здесь может вырасти не один чемпион. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчава, Игорь Лобакин. Афонтова. Новости.